Здравствуйте! Я в своем городе Черкассы. И хочу вам показать, как у нас сейчас красиво. Сегодня суббота. Вот большущие деревья. Как вы думаете, что это за деревья? Это липа! Смотрите. Может, когда иду поближе, но все равно, смотрите. Как она обильно цветет и какой хороший такой липовый настоящий запах стоит. Погода классная. Поэтому пчелки летать будут и будут нести нам липовый мед. Понюхайте. Вот такое дерево интересное. И птички поют. Малюсенькие уже птенцы вылетели. Такой малюкусенький птенец. Две таких центральных улицы соединяет вот такая небольшая уличка. Уличка, по которой я прохожу. Вроде бы как в селе. Смотрите, какие заросли. И здесь уже сразу же, не знаю, куда могу. Могу сюда. Могу туда. Прихожу все ближе и ближе к речке Днепр. Можно было на 21-м проехать. У нас есть такой пересадочный. Можно сесть на восьмерку, потом доплатить 2 гривны. И сесть на 21-й и приехать вот даже на эту улицу. Вообще у нас проезд на автобус 5 гривен. Сейчас у нас 1 доллар. За 1 доллар нужно давать 26 гривен. Такой у нас курс. Вот видите, какой район. Мытница. Настроили много домов. Живут люди. Так, пляж в ту сторону. Я туда и поеду. Нет, пляж в принципе есть и прямо, и налево, и направо. Вообще-то это переход. И мы можем переходить спокойно. Они нас должны подождать. Потому что мы пешеходы. Прошла буквально 10 шагов. Уже другой вид. И вы знаете, я впервые здесь хожу ногами. Обычно проезжаем быстренько на машине. А это новый такой райончик. Да, уже жарко, видите. Начинает у нас вишни краснеть. Ой, смотрите, какая площадь. Наверное, здесь не будут дома, я думаю. Посажены новые деревья. Молоденькие такие. Ну и стоит, конечно, сделать такую парковую зону. Здесь так много людей живут. И будут жить, дом еще строится. Сегодня, конечно, могло так случиться, что я бы и не пошла на пляж, на эту прогулку. Потому что подружка моя одна заболела, с которой я могу пойти на пляж. Саша после процедур, которые мы проходили с самого утра, дома остался. Да, с учителя мы сегодня записали его мелодию. Коротенькую, но очень интересную. Я, правда, ее долго и учила. Выучить выучила, а сыграть никак не могу. Нормально. Ну, а так как он уже уезжает в понедельник, он уезжает в Европу со своей старшей дочерью в путешествии. Скоро можно перебываться. Я купила себе такие прям сандалии. Можно сказать, что это кожаные, бабские. А почему бы и нет? А с другой стороны, знаете, я себе говорю, это не бабские, это детские. Бабушка упадает в детство. Не, ну можно себе представить маленьким ребенком. Ну, точно такие сандалики я сегодня видела девочки в автобусе. Поэтому, смотря как корабль назовешь, так и поплывешь, так и я. Вот это вот, ну классные такие у меня вот эти босоножки. Я сколько прошла и сейчас вспомнила, что надо мне разбудиться. Даже забыла, что я вот. Так что вид, конечно, можно назвать, как ты хочешь. А главное, чтобы было удобно. Так, не буду на людей направлять, сейчас вас приведу прям к самой воде. Потом уже буду готовиться загорать или что там делать. Видите, гул-гул уже стоит. Ох, какой бережок сделается, смотрите. Вода чистая, чистая. Ну там далеко мост. На той стороне, естественно, Днепра. Там в той стороне Чапай, Пачеховка. Сейчас попробуем бы печать. Ой, какая раздольная детям. Ой, теплая, теплая вода. Ой, теплая, теплая вода. О, исторический момент. Видите, какая у нас вода. Желтая. Потому что песок, песок желтый. Вот это я уже зашла по колено. Да, здесь немножко уже вода такая, позеленевшая, можно сказать. Вот сколько я отошла от берега. Ну, вода теплая, просто теплая. Ну, моя подруга Татьяна сказала, что вообще горячая, потому что она плавает даже тогда, когда лед. Круглый год. Молодцы они. Так, ладно. Иду, положу камеру. Показала вам воду. Вот это я сейчас по пояс на таком расстоянии. Конечно, у нас нет кораллов, как в Египте. У нас нет чего там такой морской, настоящей воды. У нас обыкновенная пресная вода. Но наша. Наш Днепр. И можно в любой момент прийти, покупаться, поплавать. Просто пообщаться с природой, с водой. Это не так и далеко. Пять гривен, и ты уже здесь. А то и пешком. Я шучу. Многие приезжают на машине. Мы тоже раньше ездили всегда с Сашей на машине. Но, как говорят, не всегда так будет. И я надеюсь, что тоже не всегда так будет. Как и сейчас. Всегда нужно надеяться на лучшее. Очень хороший сегодня такой день по погоде. Немножко жарковато, но все равно красота. И почему взрослые не остаются детьми всю жизнь. А вот и розы. Сейчас подойду поближе, покажу вам. Какой лохочек той другой собаки. Все-таки собаки это... Собачки это друзья. А люди это... Им уже хоть и друг, но не такой друг. Ах! Наши с брюками. Молодец! 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 Жорик пишет, я-то думала, что можно сбивать на дороге. Скажи, рановато. Такой хороший здесь парк, возле ресторана Чайка, по-моему, ресторана так называется. Сейчас я вам покажу долину Рос, Днепр. В таком месте мы живем красиво, иногда даже не ценим, не замечаем. Даже какой-то кораблик поплыл. Сейчас я вам его покажу, быстренько приблизим и посмотрим. Это прогулочный кораблик, мы когда-то тоже плавали два года назад, у меня видео есть на канале. Интересно плавать, конечно. Плыть. Извините. Или идти. Плыть, наверное, все-таки. Сами смотрите. Я даже комментировать не хочу. Как-то чувства такие, знаете, при мне. Или просто, может, у меня такой период в жизни, как-то нечем делиться. Сами смотрите, красиво. Красивое место, так что приходите. Черкащане. Мы редко в свое время ходили сюда, все по даче, по рыбалкам. А ну, видите, здесь тоже такая красота. Можно хотя бы раз за лето не сюда прийти самим, может, привезти свою семью, соседей даже. Вот такие черпасы. Небольшой город, но очень красивый. Видите, какой он зеленый. Утопает просто в зелени. Как-то так принято, что везде, вот вечер, в таких заведениях пахнет шашлыками. А я почему-то, как-то мне быстренько делась, купила селфи. И решила завершить сегодняшнее видео, пройдя от этого паха. Туда, в центр города. И приезжаю домой. Слышновато, конечно, отламывается, потому что это даже неинтересно. Хорошо, что я с вами все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!